вот я хотел бы вернуться еще раз к теме Навального его разоблачением и реакции тех критиков, которые ожесточенные критикой чем важен для меня Навальный? как я его оцениваю, я уже об этом говорил хотел бы вернуться еще раз мы должны концентрироваться не на персонах какой он есть, нравится он нам или нет мы должны сосредоточиться в первую очередь на том что он говорит, это правда или нет если мы посмотрим на реакцию властей то мы понимаем, что им ответить нечего все те дворцы, которые он показал в своих фильмах все это соответствует действительности все воровские операции, которые проводились, например, руководителем Роксбарде Золотом все это соответствует действительности поэтому никто в суд на Навального в России не подается клевету потому что в суде нужно будет, так сказать, обратиться и к существу его разоблачения показать, что это действительно не так ну как можно показать, что, например, дворцы и поместья, и усадьбы господина Медведева, который был президентом и руководителем, значит, правительства долгое время, что это не принадлежит ему это смешно все прекрасно знают, что это принадлежит ему для него построено вот вопрос возникнет на какие деньги и тут, так сказать, Навальный в этом суде мог бы сто процентов выиграть даже в русском суде несмотря на всю продажность невередической системы ну настолько убедительно это все и однозначно что тут даже и, так сказать, не может возникать никаких сомнений каждый человек, кто познакомился с документами, например, по дворцу Путина в Геленджике прекрасно понимает, что это может принадлежать только Путину никаким, ни Ротенбергу, ни кем не могут быть, так сказать, построены такие хоробки почему? дело не в деньгах дело в том, что это поместье, дворец, или как угодно его назовите усадьба охраняется государственная служба охраны там объявлена бесполетная зона каждый человек, кто с этой темой знаком, прекрасно понимает бесполетные зоны в Российской Федерации только над военными объектами особой важности и над, значит, правительственными зданиями президента не над каким-нибудь там горкомом, обкомом, еще где-нибудь только над этими объектами и вот как раз дворец в Геленджике попадает под таким, значит, таким объектом Навальный предъявил карту эту карту очень легко проверить каждый человек, кто знаком с навигацией, знает, что есть навигационные карты на всех навигационных картах обозначены, значит, зоны, которые объявлены бесполетными как раз этот участок и объявлены бесполетные зоны никакой Ротенберг, имея даже свои связи там, вплоть до Путина не могли бы такого, так сказать, иметь, добиться и они ему и не нужны бесполетная зона над дворцом Ротенберга не имеет никакого смысла это имеет только смысл тогда, когда там находится руководитель государства со своим ядерным чемоданом вот тогда это имеет смысл и товарищ Ротенберг, конечно, построил хоккейный стадион не для того, чтобы там самому играть он не играет там это любитель Путин, значит, любитель хоккейных, значит, различных вещей поэтому каждый прекрасно знает я посмотрел много видео, которые были сняты еще два года до этого расследования Навального где, например, шофера, да, снимают свои поездки какие-то ну, вот, это очень легко найти, да и вот один из них привез там какой-то очень дорогой груз из-за границы он прямо говорит, два года назад он говорит, это резиденция Путина, да вот, потом, через некоторое время он возвращается этот фильм, он говорит, мне снимать не разрешили у меня все забрали, говорит, поэтому, говорит, разгрузили я даже не мог выехать, ждал пока другой тоже разгрузится и нас вместе, значит, специальная охрана вывезла с территории, значит, этого значит, этой путинской дачи и нам, так сказать, мы поехали теперь дальше и снимали, то есть, он это разговаривал два года до этого расследования это можно очень легко найти это не то, что это принадлежит все тем людям, о которых Навальный говорит это без всякого, так сказать, сомнения чем пользуется, значит, сегодня российская пропаганда против Навального как говорится, в суде они не могут предъявить ему претензии и сказать, что ты на нас клевещешь это опасно можно очень проиграть и с треском, так сказать, пролететь и тогда будет еще хуже, чем до этого поэтому они всегда используют все тот же российский, коммунистический или как угодно называть, прием это все легитимация, значит, легитимизация данных ЦРУ во всем виновата ЦРУ, конечно, в них и спецслужбы вот я все время отвечаю этим людям, что давайте согласимся, что Навальный там использует данные ЦРУ что может быть он даже ну так, это еще ничего не значит вы ответьте на главный вопрос во главе государства стоят жулики или нет? забудем Навального ответьте на те вопросы, которые он поставил никто на эти вопросы не отвечает пытаются нас увести в сторону чтобы вот они нашли там помещение, где снималось там на какая разница, где это снималось? в отеле там каком-то или еще где-то вы ответьте по существу вопросу те обвинения, которые были предъявлены они интересны? не интересны даже сам Навальный пусть он будет плохим человеком агентом ЦРУ вот или еще кем-то речь идет не о том он поставил совершенно справедливый вопрос посмотрите во главе государства стоят люди жулики которые создали касту которые для себя строят на государстве до этого они были никем господин Медведев где-то там за мусоропроводом в какой-то кондейке имел какое-то там по-моему бюро адвокатское этот Золотов охранял дочку бегал за точкой значит бургомистра Санкт-Петербурга то есть ничего они не имели никогда не имели и в 90-х годах никогда они эти миллиарды о которых они говорят что они якобы предприниматели были никогда они сделать не могли я был предпринимателем в 90-е годы каждую неделю летал туда встречался и с представителями власти и с представителями значит различных структур никто из этих людей тогда никаких миллиардов сделать не мог они сделали это только во времена когда господин Путин стал президентом все это его были друзья вот и он сколотил вот эту команду Навальный предлагает людям и показывает очень правильно что государство в котором на телевидении клянчат 50 или там 100 рублей пожертвования чтобы обеспечить какому-то больному тяжело больному ребенку лечение да которые государство нет якобы денег на вот эти буквально там тысячу-две долларов чтобы обеспечить этому ребенку жизнь да вот в этих условиях когда государство кричит о каком-то патриотизме да они строят себе дачи дома согревают предприятия это не только Путин и его верхушка представьте себе всю пирамиду российской власти начиная вот этого маленького клерка который тоже ворует и доходим до вот этой вершины этого айсберга это конечно огромные затраты да это огромные деньги которые государство у государства воруется у людей воруется да вот и при этом создается впечатление что верхушка власти придерживается каких-то национальных идей главный пропагандист как показал кстати Навальный очень интересно еще несколько лет назад главный пропагандист Кремле этот фильм можно посмотреть до сих пор на его сайте имел английское гражданство человек призывавший любить родину делать так сказать свой отпуск проводить в России который говорил как плохо на западе что запад это что-то такое страшное которое хочет проглотить Россию может быть это и так даже не имеет сейчас так сказать значения этот человек прекрасно значит дал клятву королеве и Англии что он будет ее любить защищать и значит способствовать процветания этого государства он сидел в Кремле и рассказывал простым людям по-русски говоря вешал лапшу о том что нужно быть патриотами вот проблема русского государства что их патриотизм который они пытаются простым людям навязать он у них неестественный это не внутреннее желание и любовь к людям и желание помочь что-то сделать отдать может быть даже свою жизнь за процветание этого народа нет это просто так сказать использует то ту тему которую людям любому человеку нормальному эта тема очень близка патриотизм это очень легко пробудить человека но они не только пробуждают они обманывают этих людей для чего для того чтобы так сказать обогащаться вести роскошную жизнь иметь на западе творцы предприятия деньги миллиарды вот для этого а народ вот он должен так сказать терпеть лишения какие-то воины каких-то ценностей в которые сами правители не верят в это проблема это хотела показать Навальный в своих фильмах мы видим это то что у него есть амбиции политические это даже не вас я не верю в то что Навальный имеет реальные шансы стать там президентом например это реальная возможность очень очень мала но этот человек конечно отважен он смел кто не знает русских русских скажем так кто не знает русских тюрем и условий там не понимает чем он рисковал всю свою жизнь очень интересно Высоцкий пел в одной из своих песен мемористических таких более-менее вот говорят что жиру весятся кто те кто и весится что-то там травится и весится а это с виду только кажется а вы попробуете отважиться вот так же и здесь болтать можно о многом а вот приехать туда где ты знаешь что тебя сейчас так сказать с огромной степенью уверенности засадят в российскую тюрьму где ты абсолютно бесправный и с тобой могут сделать все что угодно по одному просто так сказать намеку даже не словам а намеку начальника тюрьмы какому-нибудь пахану что вот этого надо завалить и твоя жизнь кончена и никто не будет знать да вот в какой-то в каком-то бытовом преступлении погиб человек не знаем кто никто не говорит все молчат дело откроем и закроем вот вернуться в таких условиях туда в Россию да что вернуться он все годы работал там так для этого нужно невероятное мужество это не немецкая тюрьма комната с окном большим светлые белые заправленные кроватки библиотека комната с телевизором для просмотра да врачи по первому требованию и прочим нет это русская тюряга это что-то страшное поэтому так сказать критиковать Навального легко но повторить его значит путь скажем так пусть со своими идеями другими но вот с такой настойчивостью имея семью имея двух детей маленьких это конечно заслуживает уважения вот к этому человеку даже при несогласии с его политическим взглядом подел Ihre аромат и ин вы видите